Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хотела рассказать вам о том, как же я стала стервой. Ой, столько много комментариев, я смотрю, что все заботят, особенно парней, в большей степени стерва, они все время хотят поставить на место, все время хотят унизить, что стерва это падаль, что это злая меркантильная женщина, и так далее, и так далее. Конечно же, я устала повторять, всем всегда говорю, что смотрите, мой курс это с самого введения, потому что там я объясняю, что значит стерва, и стерва это самоуверенная, знающая себе цену, никого не жалеющая женщина, королева по своей сути, которая добивается того, чего хочет, мудрая в какой-то степени, да, безжалостная в какой-то степени, и многое-многое другое, то есть, в принципе, наверное, каждая женщина, которая хочет стать, просто я назвала это стерва, потому, почему скажу, потому что все-таки она должна быть безжалостная, и часто вообще я заметила, что мужчина называет стерва женщину, когда она просто делает что-либо, не то, что нравится этому мужчине, то есть, мужчина может сложить там ручки-ножки, обнаглеть, там уже что-то ей говорить, качать свои права, ты должна то, ты должна это, и в какой-то момент эта женщина говорит, слушай, давай как бы расставим все на свои места, то, что должен, да, и почему это должен ты, а это должна я, и как бы границы расчерчивая, да, мужчине становится дискомфортно, он думает, что женщина начинает над ним брать власть, и называет ее стервой, да, соответственно, если женщина уходит по каким-то причинам от мужчины, и говорит, слушай, мне не нравится это, 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 мы с тобой, в общем, не пара, да, но при этом чувство есть, то есть, она наступает своим чувством на горло и оставляет человека, и ему, естественно, делает этим самым больно, тоже она стерва, то есть, мужчинам априори стерва не нравится, да, потому что наверняка с этим связаны какие-то не очень хорошие воспоминания, именно связанные с какой-то болью, переживанием и так далее. Часто слушаю, что меркантильная стерва, если женщина стерва, это не значит, что она меркантильная сразу, потому что сразу к стерве приписывается меркантильность, от чего я не понимаю, если женщина хочет денег, достатка и так далее, это вообще, в принципе, никак может не относиться к стерве, женщина может быть очень меркантильной, при этом совершенно дура-дурой, вот, а может быть и наоборот. Итак, моя история, в принципе, как я стала стервой, да, конечно же, каждая девушка, наверное, которая забивает, хочу быть стервой, там, или еще что-то, наверное, она чем-то уязвима, да, может быть что-то у нее не получается с парнями, она понимает, что она не в той позиции, в которой хотела бы быть, не в выигрышной, да, немножко растеряна. В этом во всем пребывала когда-то я, то есть я была когда-то девочкой, которая вообще не понимает, что происходит, что нужно говорить парню, любовь это не любовь, что это чувство, страсть или, может быть, еще непонятно что. То есть все разное, находишься в фрустрации какой-то, ты не знаешь, что делать, в принципе, не знаешь, к кому пойти. Я такой человек был, что советов очень мало слушала, то есть мне, если только понравится человек, да, я думаю, вот, хочу, как она. Конечно, я послушаю тогда человека, но ходила, как слепой котенок, вот, закрыли мне глаза, да, и говорят, иди так, и ты, в общем, идешь, и непонятно, что ты делаешь. Больше всего мне не нравилось, когда моя любовь невзаимна, я не знала, что делать, как привлечь мужчину к себе. И всегда с детства я хотела, у меня подружки все были красивые всегда, я уже об этом где-то говорила, всегда все мужчины обращали внимание больше на них. И я не понимала, в чем дело, я считала, что, наверное, только в красоте делай, во внешности, и вкладывала, вкладывала в свою внешность. Вот, но всегда внутри я искала красивых женщин, у которых все получается, всегда спрашивала у них советов, спрашивала вот такие вот именно, что мне делать, если, а как мне стать вот такой вот, да, а как, чтобы все мужчины были у моих ног, и так далее. То есть, хотелось чувствовать себя. Но все мелкими шажочками, и я скажу, что каждый мужчина внес, конечно, свой вклад в меня, в развитие меня как личности, да. Естественно, ну, как бы, не то, чтобы они такие умные, такие молодцы, вложили в меня. Самое главное, это выводы, которые я делала со всего этого, да. То есть, допустим, встречаешься ты с парнем, наносит он тебе такой жесткий удар, понимаешь. И с этого момента, ну, как бы, у меня такое ощущение, что у меня прям кусок меня откалывается, да, и я становлюсь другим человеком. Я говорю себе, что больше этого со мной не будет никогда. Но, вы знаете, жизнь такая, взаимоотношения с людьми такие многогранные, что со мной не это, так другое было с другой стороны. То есть, это, конечно... А еще и много мы любим наступать на одни и те же грабли. Это, конечно, очень смешно. И когда уже сидишь ты в очередной раз, думаешь, да почему же ты страдаешь, да, и там вот друзья, которые у меня там появляются, говорят, ну, смотри, ты же наступаешь на одни и те же грабли, смотри, ты вот смотришь на это... В общем, потихоньку-потихоньку показывали, что я действительно по какому-то замкнутому кругу хожу. Вот. Но желание... Самая большая проблема была найти своего мужчину. Это трудность расстаться с предыдущим. Потому что все-таки любовь, да, мы все верим в эту любовь, и она такая любовь, и она там раз и навсегда, и так далее. Я достаточно влюбчивый человек в жизни. И вот такая вот нереальная любовь со мной случалась много-много раз. Потому я на нее смотрю как на нечто вообще наркотическое. Потому что состояние похоже на наркотическое опьянение, ты ничего не соображаешь, ты не видишь качеств мужчины вообще, что он для тебя делает, как он с тобой разговаривает. То есть берега ты вообще путаешь. И только потом, когда уже серьезные отношения, когда ты уже, грубо говоря, вляпалась, через какое-то время у тебя начинают открываться глаза. Потому что все равно вот эта вот яркая влюбленность, она временная. И все равно мы начнем открывать глаза, и все станет явным. Поэтому к влюбленности я отношусь посредственно. Очень это для меня не что-то там сумасшедшее, да, это приятное чувство, но оно чаще мешает, чем помогает. Поэтому я как стерва в первую очередь к самой себе задавливаю это чувство, и на него не обращаю внимания. Оно для меня не столь важно. Для меня важно конкретно, что делает для меня человек. И, конечно, мужчины тоже могут сказать, ой, ну где мои чувства, да, где моя мягкость и так далее. Ты вот прям смотришь на поступки, что он для тебя сделал и так далее, и так далее, вот ты стерва, да. Нет, просто я не даю себя расслабить. Я уже много раз расслаблялась в этой жизни, поэтому, в принципе, зачем, я не понимаю. И не хочу, просто не хочу этого. И это сильно, эти чувства, они достаточно сильные. То есть тебе приходится бороться просто реально с самой собой, идти сквозь вот это все и делать критическую оценку, что делает мужчина для тебя. Вот. Вы знаете, когда попробуешь какое-то это время, становится потом легче. И, конечно, я наступаю на горло не только мужчине, который там меня любит, и я его оставляю, к примеру, но и себе, и своим чувствам, потому что привязанность никто не отменял. Помимо влюбленности и любви, которая есть, есть еще привязанность, и ее никто не отменял. И поверьте, очень-очень тяжело рвать эти связи такие сильные. Вот. Но мне надоело терять время, время идет, как бы, да, время уходит. Молодость тоже, она не вечная, поэтому хочется себе лучшей жизни, поэтому приходится следовать четко намеченному плану. И делать то, что нужно, а не то, что там хочется и так далее. Хотя слово «надо» не из моих, из любимых слов, но в этом смысле я решила, что я буду поступать так. Поэтому вот такая вот история, и еще-еще-еще немножечко, да, так я рассказала там о своей жизни. Вот так я и стала стервой. Я думаю, что да, я стерва, но при этом я умею любить. Я умею любить, я умею давать все, что нужно. Мой мужчина, я уверена, что он чувствует себя любимым, уверенным, что я его женщина, что я его не предам, не обману. Я думаю, что он во мне уверен, и именно своими поступками вот это возникает доверие. Знаете, часто бывает говорить, вот девочки, если вот вам мужчина говорит, главное доверие в отношениях, или с самого начала какая-то фигня вот такая, доверие, отношения строятся на доверии, да, это так, но доверие нужно заслуживать. И доверие зависит от того человека, которому хочешь, чтобы доверяли. То есть если я хочу, чтобы мне мужчина доверял, я буду стараться. И если мой мужчина мне не доверяет, это моя проблема, я должна ее изменить. Если я не доверяю своему мужчине, значит что-то он делает так, что я ему не доверяю. Поэтому нужно стараться. И при всем при этом, да, если я такая вот жесткая, где-то могу быть, да, там, и так далее, я при этом могу и знаю, что нужно мужчине. Без этого, ну, никак не получится. Всего хорошего, отношений каких-то хороших. Вот. Вот так я и стала стервой. Просто неудачные отношения, неудачная любовь, разбитое сердце, и так далее, и так далее. В какой-то момент надоедает, и ты говоришь, все, все, хватит, не будем страдать. Но, и нет у меня такой позиции, чтобы страдали другие. Просто не хочу страдать я, и, может быть, даже это и лучшее для других людей, чтобы они были тоже подальше от меня, такой, с такими большими запросами. я найду себе подстать. Вот. Вот такая, в общем, история. Вот так я стала стервой, очень легко и просто. Я думаю, большинство женщин ими становятся, и я рада, если они ими становятся. Наконец-таки идут к своим целям, знают, чего хочется, становятся более счастливыми. В общем, хотя бы ориентируются в этой жизни с мужчинами. Вот такая вот история. Если у вас появились вопросы, конечно, пишите мне их в комментариях, я на всё отвечу. И с вами была Селина Свой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok